Всем привет! Это Ирина и сегодня у меня распаковка и обзор на великолепный, шикарный парик из натуральных волос Xenita от Ellen Wille, коллекция Perucci. На мне сейчас точно такой же парик Xenita, цвет шампани Routed, но он уже немного модернизирован под меня. То есть парикмахер мне постриг челку, покрасил и, к слову сказать, этому парику уже 4 года. Мне настолько нравится этот парик, что я решила заказать себе еще один. Пусть будет еще один, полежит, подождет, ничего с ним не случится. Приступим к распаковке. Я свой парик брала на сайте parikbest.ru Вот вкладыш. Сразу скажу, обошелся мне вообще не дешево, но помониторив разные сайты, я могу с уверенностью сказать, что на Parikbest самые низкие цены. Средняя цена, кстати, на этот парик Xenita от Ellen Wille на разных сайтах 160-190 тысяч. Я же купила на сайте parikbest.ru За 133 200 рублей, плюс доставка. Компании SDEC я доставляла, это было 500 рублей. Итого он мне обошелся 33 700 рублей. Да, это не дешево, но он реально стоит своих денег. Вот так он выглядит прям из коробки. Цвет немного отличается, потому что у меня слегка покрашен и сделана челка. Показываю бирку. Вот здесь название модели, это Xenita. Название цвета. Champagne Routed Mix 22, 26, 25. Первое, на что обращаешь внимание, это качество волос. Оно изумительное, просто восхитительное. Посмотрите, он такой густой. Он очень густой. Не могу сказать, что он суперлегкий, то есть вес у него точно имеется. Ну, наверное, логично, что вес у него имеется, потому что это длинный и густой парик. Очень густой, очень густой. Слушайте, ну мне прям самой стало интересно, сколько он весит. Пойду взвешу. Я вернулась и готова озвучить вес парика Xenita. Итак, весит он 203 грамма. Много это или мало, но 203 грамма длинных, супер густых, мягких, качественных волос вам обеспечено. А сколько же весит мой парик? Пойду взвешу. И снова я с вами. Я уже взвесила свой парик. Я переодела этот парик и уже даже успела пришить к нему закреп-заколку. И сейчас расскажу, сколько же весит мой парик, которому уже 4 года в использовании. Я отстригла челку и покрасила волосы. Вот, посмотрите. Немного отличается, но прям такой сильной разницы я не вижу. Да, здесь нет челки. С челкой мне он нравится больше. Так вот, парик мой, которому 4 года, весит 200 грамм. Парик новый, который только что из упаковки, но я уже успела пришить к нему закреп, он весит 203 грамма. Но поверьте, в носке эти 200 грамм особо не чувствуется. Я мерила более легкие и менее густые парики. И точно вам скажу, по моему субъективному мнению, этот парик лучше. Есть натуральные парики у Эллен Вилле, более легкие и менее густые. И если вам хочется, чтобы ваш парик был практически невесомый, так скажем, воздушный, то вам стоит рассмотреть другие модели. Точно не ксенита, потому что ксенита очень густая. Давайте я покажу его со всех сторон. Вот такая густота у этого парика. И я еще не все волосы выдвинула вперед. Эта бирка мне мешает, и я ее сейчас сниму. Вот так вот он выглядит без тёлки. Качество волос просто потрясающее. Снимаю парик, покажу шапочку. Ой, у меня же здесь закреп, я уже успела пришить. Молодец. Вот здесь отщелкиваю и снимаю. Вот смотрите, как выглядит пробор вблизи. Смотрим, как сделана шапочка изнутри. Вот здесь, в центральной части, это большая вставка моносетки. Она ручной работы и имитирует кожу головы, что придает максимально натуральный вид. Остальная часть сделана из эластичной ткани. Она, кстати, тоже напоминает сетку, но она более мягкая. А вот эта вот сетка, она, кстати, называется монофил элемент, более жесткая. Это уже мое приспособление. Я его уже успела пришить. Вот так я его пришиваю. Вот так он работает. Работает просто защелкиваю и расщелкиваю, когда нужно снять. Вот здесь и идет линия лейс фронт. То есть этот момент, когда на лбу не видно, что это парик. Видите? Это линия лейс фронт. Она тоже сделана из сетки. Размерный ряд идет от 54 до 58. Размер регулируется липучками. Вот они. Есть боковые упоры. Я, правда, не знаю, как они называются, как вот эти штучки называются. Если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Так вот, по этим боковым вставкам, вот они, очень хорошо отцентровывать посадку парика. Я надела парик и вот этими боковыми штучками я его отцентровываю. То есть я одеваю и после этого отцентровываю по ушкам, чтобы он сидел так, как надо. Давайте поговорим немножко о плюсах париков из натуральных волос. Я думаю, они всем очевидны, но лучше проговорить. Первое. Это, конечно же, то, что волосы натуральные. Их можно стричь, делать различные укладки, сушить феном, крутить кудри, выпрямлять, делать локоны и красить краской. Они выглядят максимально натурально, потому что это и есть натуральные волосы. Они блестят, как натуральные волосы. Они лежат, как натуральные волосы. Они выглядят обалденно, шикарно, изумительно. Я обожаю парики из натуральных волос. На этом можно, конечно, заканчивать обзор, но все-таки нужно быть объективными и рассказать про все нюансы. Ухаживать за париком из натуральных волос нужно точно так же, как и за своими волосами. Пользоваться хорошими шампунями, бальзамами, масками, масло для кончиков волос обязательно У Эллен Вилли также есть средства по уходу за париками из натуральных волос Я вам сейчас покажу Вот смотрите, вот такой вот набор Здесь есть шампунь, бальзам и спрей для легкого расчесывания Но честно сказать, одушка у них прям супер на любителя Поэтому я пользуюсь своими средствами с той одушкой, которая мне нравится Парик из натуральных волос точно так же, как и свои волосы, сильно впитывает запахи Такие запахи, как табачный дым, запахи еды из ресторана По поводу укладки Натуральные волосы не держат форму после мытья И поэтому их нужно после каждого мытья укладывать заново Например, если у вас парик высох, а вам не нравится, как легла, например, челка или пробор То его невозможно уложить, как синтетические парики Вам нужно сначала его смочить, вот в этой части, где вам не нравится, как он лежит После этого уложить так, как вам нравится И он будет лежать именно так, как вы его уложили Уложили феном, засушили его, он будет лежать именно так Если не нравится, то опять нужно смочить, опять нужно уложить, засушить И после этого уже он будет лежать так, как надо Но имейте в виду, что после того, как вы его помыли, его снова нужно укладывать Давайте подведем итоги. Парик из натуральных волос это обалденно. Я обожаю как он выглядит. Я получаю реально тактильное удовольствие от прикосновения к нему. И видимо не только я. Был недавно случай. Буквально позавчера, когда мы разговаривали с моей подругой, я обратила внимание, что она каждые 3 минуты дотрагивается до моих волос. Это было забавно. Это прям правда было забавно. Оля, я передаю тебе привет, если ты увидишь это видео. Я обратила внимание, что ты дотрагивалась до моих волос. Вот так. Прям каждые 3 минуты. То есть тактильные ощущения от прикосновения к парику из натуральных волос это прям чистый кайф. Особенно, когда он ухоженный, не пересушен и не сожжен обесвечивающими средствами. Следующее. Его можно укладывать так, как вам хочется и чем вам хочется. Его можно красить в разные цвета, постоянно менять образы, не покупая для этого все новые и новые парики. Стрижка парика и ксенита сделана каскадом. Вот здесь чуть короче челка, а вот здесь уже чуть длиннее. И это очень хорошо для различных причесок. Если вы давно мечтали о длинных натуральных волосах, но не хотите наращивать, и кстати правильно делаете, потому что наращивание все равно портит свои волосы. Так вот, если вы хотите длинные и густые стрижки каскад, то это лучший вариант. Обязательно обратите внимание на модель ксенита от Эллен Вилли. Я уверена, вы ни разу не пожалеете о своих деньгах. Тысячу процентов окупят себя абсолютно точно. Посмотрите на мой пример. У меня уже есть парик этой модели. Есть и другие парики, а я все равно купила себе еще один. Точно такой же модель, в точно таком же цвете. Я просто обожаю его. На этом у меня все. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете написать мне в комментариях под этим видео. Также напишите, пожалуйста, как называются вот эти боковые треугольники. Если вы знаете, напишите. Всем желаю прекрасного дня, замечательного настроения. Пока-пока.